ребятки всем огромнейший привет вы как всегда на канале семян и чемоданы с вами я славян и сегодня со мной еще то мы сегодня решили с ним вместе отправиться на пляж который находится недалеко от самого геленджика называется он сосновка мы туда идем первый раз я артем насенька родион и артем решили с нами а и мирон да решили с нами значит не ходить вот мы поэтому отправляемся одним изучаем эту местность недавно мы сюда переехали поэтому если вы не подписались наш канал обязательно прямо сейчас сделайте нажмите на колокольчик чтобы не пропустить никакие интересные выпуски ставьте лайк и погнали я на самом деле не помню когда мы вот так вот вдвоем с артемкой выбирались так темик давай на ту сторону перейдем чтобы просто вдвоем а еще и в то место где мы с ним ни разу не были ну я в принципе тоже мы сейчас будем двигаться изначально по городу что-то вам буду показывать вот например как деревья распускаются чуть дальше у нас будет рынок мы решили пойти пешком нам идти пять пять с половиной километров до где-то наверное часа за полтора я думаю неспешным шагом мы найдем почему решили без машины во первых на самом деле вообще неохота ехать на машине почему-то на такое маленькое расстояние во вторых из-за того то что мы долго сидели в краснодаре домом потому что некуда сходить мы настолько засиделись что я сейчас очень сильно люблю ходить поэтому и пешком ну и плюс заодно посмотрим а есть например вот при этих геленджик отдыхать без машины сможете ли вы тоже дайте туда здесь у нас есть такой не знаю центральный центральный то рынок ну короче рынок состоит из таких вот палаток мы на него . деле как-то покупали здесь но конечно рыночек как говорится так себе мы начинаем такой подъем в гору ну то есть местность такая аля горная начинается здесь текут по дорогам ручьи конечно очень бы не хотелось попасть в дождь я собрался в эту в эту прогулку только потому что посмотрел погоду и дождей здесь нету а еще здесь есть так очень много гаражей увидел одну пристройку вот с окном и понял одно что если бы это было сочи здесь просто были бы гаражи 6 этажей пользуясь случаем хочу вам порекомендовать и естественно порекламировать наши три авторских гайда это гайд по большому сочи гайд по большой анапе и гайд по всему полуострову крыма мы прожили в этих местах некоторое время изучили и упаковали все это дело в авторский гайд там есть туристические не туристические места различные тропы где покушать где припарковаться как подъехать и так далее и тому подобное куча информации пишите по ссылочкам описании и заказывайте а также сейчас у нас в разработке гайд по большому геленджику и к этому гайду мы сделаем еще большой подарок поэтому не упустите когда мы сделаем презентацию идем с темиком по городу впереди у нас горы вот так вот начинается возвышенность надписи пока нету геленджика вообще облачность на самом деле очень сильно низкая сейчас где-то здесь нам нужно будет вот на кругу по моему повернуть направо мы такие с темиком идем просто назад оборачиваем фигу о смотри море видно вот она бухта это вот мы в самом низу находимся прикиньте как уже высоко мы с ним поднялись дальше то ли то ли нас еще ждет вот подъем 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 пока мы идем уже вдоль леса здесь уже прям просто заканчивается город посмотрите хоть здесь красивый вид на бухту камера конечно вряд ли передаст восхитительный лес какие прекрасные запахи здесь начинаются гаражи я вот про сочи там что-то сказал вообще вот здесь тоже есть видите такие пристройки и даже кондиционеры торчат так мы продолжаем идти дальше у нас город закончился сейчас будем просто идти идти потом будет вроде как поселок или это село какое-то сосновка и оттуда уже будем дальше двигаться непосредственно к самому пляжу здесь за забором палантации я не знаю что это виноградники или что здесь персики кто в курсе напишите огромнейшие поля и вот за ними сразу начинается море вот тут вот она уже виднеется но не так хорошо как вот мы еще дальше пройдем там будут уже виды ушли мы значит с темиком с основной общей дороге здесь есть такая табличка внимание лесопарковая зона кемпинг закрыт проезда нет видимо когда-то там был какой-то кемпинг кто тоже в курсе напишите здесь цветет какое-то дерево беленькое очень напоминает черемуху но это не черемуха скорее все конец яблонька наверное темик не ходи погружим промокнешь дальше табличку у нас смотрите спортивный оздоровительный комплекс направо море и поселок вот как раз видимо поселок сосновый он будет в той стороне мы будем двигаться как раз туда вот в таком вот сосновом лесу не знаю надо было может быть ехать на машине но мы с тобой лучше всего церковь кишочком да на машине мы бы с тобой доехали буквально за 5-10 минут мы бы уже там были а ножками идти да таким медленным темпом нам наверное часа два все вместе ну ничего да вот здесь пока не ездят машины а кстати они здесь проезжают часто идем и наслаждаемся легким таким ветерком пением птичек и усталости да ладно прямо усталости вот тут вот смотришь сквозь лес видны просветы значит что вот прям есть сквозь лес пройти то можно попасть уже непосредственно обрывы здесь кстати есть дорожки такие тропы небольшую ход и уходит я конечно бы сходил но учитывая что я с тёмиком так сказать по дикому лесу не пойду вот пойдем так сказать по цивилизованным тропам мы с тёмиком дошли до развилки смотрите здесь значит стоят такие бетонные блоки с указателем дорога уходит да все верно налево а здесь идет табличка проход к морю снт сосновая дальше впереди шлагбаум проезда к морю нет в лесу не разводить костры не оставлять после себя мусор и действительно друзья это очень важно видимо когда-то здесь можно было проехать на машине что здесь летом на самом деле творится я не знаю видимо вот здесь вот в округе люди бросают свои машины кто местный напишите пожалуйста комментариях и начинают собственно проход к морю после дождей дорога здесь размыта у нас вчера целый день шел дождь артемчик очень внимательно смотри под ноги чтобы не упасть в грязь давай пошли вот погружаемся уже непосредственно в лес отсюда ва нам идти я вам сейчас сразу скажу сориентирую чтобы вы знали телефон кстати здесь ловит плохо так и отсюда вот до пляжа нам вроде как идти один километр семьдесят семьсот пятьдесят метров но посмотрим какая будет дорога пока так надо обходить артемка лужи пока видите вот в таких вот лужах давай темочка аккуратно в лужу не наступай а то мы все промок ним очень сильно с собой будет конечно вообще надо было тебе резиновые сапоги одевать ой слушайте еще и помимо того что грязь еще и скользко правильно сделали на самом деле что здесь закрыли проезд потому что ездить по такой природе на машине конечно но мое личное мнение не нужно можно эти полтора километра прогуляться пешочком подышать свежим воздухом мне кажется мы вообще единственный кто прется сейчас есть нет недвижаться на кстати обращу внимание что на деревьях вот такие вот следы краски видимо чтобы не заблудиться вообще судя по карте здесь единственная дорога и заблудиться ну наверное невозможно хотя вот такая у нас небольшая развилочка дорога уходит налево дорога уходит направо я вообще думаю что нам нужно идти сюда направо а вообще какая-то надпись смотрите финиш это видимо для спортсменов делают они здесь бегают вот видимо по каким-то кругам вообще нам идти сюда потому что вот они просветы вот здесь уже начинается море должны быть красивые виды жаль к сожалению что сегодня выпуск друзья без съемок с высоты потому что совсем недавно мы тоже ходили в интересное место мы его не потеряли он нас разбился из-за того что словил какие-то заглушки ссылочку на этот выпуск я оставлю в описании переходите мы получается выходим из леса здесь идет такая дорога артемка пошли по краешку проходи вот то есть по сути вот если ее объехать через поселок сам то получается что сюда можно даже и на машине попасть но лучше конечно друзья там оставляйте и пешочком прогуляйтесь поэтому лес потому что это прекрасно а мы вообще всего ногами идем и вон кстати сзади нас как раз машина едет а давай там остановимся ну вот собственно как вы видите машины сюда заезжают и проезжают даже вот в такую погоду после дождя седанчик и я в принципе пока проходит надеюсь где-нибудь дальше не придется нам его откуда-то выталкивать ну собственно вы поняли чтобы на машине проехать нужно двигаться через сам этот поселок смотрите здесь на дереве есть такая табличка если из мусора который жители россии выбрасывают за год построить башню с основанием один один метр то по ней можно было бы добраться до луны до совершенно верно что касается мусора я тоже это поддерживаю вообще самое правильное забота об экологии во первых если вы идете на какие-то вот такие места в природные то если у вас остается мусор обязательно его забираете с собой вот те люди которые не забирают мусор собой оставляют его в местах я показал такое место я ходил на сухогруз рио и там возле рио в лесочке в этих замечательных соснах просто целая свалка и как правило это просто пластиковые бутылки то есть люди доходят выпивают устают и собой не забирают казалось вопрос там пластиковая бутылка обязательно забирайте никогда не оставляйте мусор друзья за собой да да совершенно верно да совершенно верно я буквально вчера снимал выпуск показывал в еленджике когда море штормило и сколько мусора чё там только нету выбрасывает на пляже поэтому имейте это ввиду так ну смотрите в общем машина дальше не поехала вот здесь вот ты парковалась я не знаю возможно летом сюда вот люди заезжают на машинах и здесь вот так вот в таких вот кармашках собственно и бросают ну а дальше уже идем непосредственно вниз ощутимо дорога спускается потому что мы идем прям знаете вот так вот как амортизатор так тык 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 это спуск конечно не сильный и пока что обратно когда будем возвращаться именно на этом месте подъем он тоже будет несложный но посмотрим как говорится что нас ждет вот за вот этим вот поворотом так а здесь нас с вами ожидает тоже спуск и он уже чуть так сказать по круче вниз ну а мы собственно вот отсюда пришли вот кстати уже видно море правда видите сегодня не солнечная погода вот оно море вот оно небо на горизонте прям такое происходит слияние что идешь и не понимаешь где здесь море а где здесь небо на ботинке кстати посмотрите сколько прилипает грязи у тебя тоже да ладно пойдем обратно по это пойдем по уже по бетону она все от нас отлетит до после дождя конечно идти не самая лучшая идея но прилипают и ты по самой грязи идешь с тигрю иди с краешку где больше камней кто дальше захочет двигаться на машинах например ну на мелких на седанчиках то будьте аккуратны потому что я думаю что здесь можно дынищем собирать прилично видите какие здесь впадина не камера вряд ли конечно переда всю глубину здесь стоит такой мангал видимо кто-то установил сюда может быть приходят жарят шашлыки мангал конечно старый здесь уже больше на вот этих бетонных плитах жарят но в принципе место что прикольно правда вид так себе но здесь будет стать очень красиво когда вот эти все деревья не распустятся будет так зелено будет очень красиво идем и рыжем с артёмом посмотрите сколько грязи прилипает на ботинки сейчас свои покажу вообще капец вот пойдем вот этот бетон ну не надо то меня попадет да слушайте вот если идете после дождя то знаете и лишний вес у вас будет автоматически прилипать к ботинкам да уж да темка обратно будем в горку подниматься и вот про что он говорил смотрите я свалка мусора в кустах тоже очень много мусора хотя везде висят таблички что не нужно выкидывать мусор и все равно это делают пока идем с горки с горки и будем идти а вот обратно подниматься будет уже сложный учитывая что грязь прилично прилипает ботинкам дополнительная такая нагрузка у нас получается какой здесь потрясающий лес да темка они здесь не бери здорово конечно да здесь очень много табличек единственных это чтобы люди уносили за собой мусор и не мусор или в лесу вообще вон там вот я вижу ну-ка темка подожди вот мы идем получается сейчас вниз а вот она вот тут еще какая-то дополнительная гора да если бы я подправился сейчас это путешествие один то конечно я бы забрался бы еще на какую-нибудь вершину но иду с темиком поэтому наша задача сегодня с ним только да наша задача посмотреть этот пляж сосновка что вообще там ну вот видите еще одна табличка мусор бросать запрещено костры разжигать запрещено вот так вот имеете в виду вот видите видимо кто-то поджигал и дерево сгоревшие так дальше кстати смотрите вообще дороги расходятся уходит дорога сюда туда и вон туда здесь совершенно не ловит телефон я вам покажу что вообще палочек нету и вот по маршруту здесь идет значит три беседки я в принципе увидел на сам пляж нам нужно держаться вот сюда по левую руку а здесь у нас с вами какие-то три беседки поэтому посмотрим это видимо смотровые да конечно в этом видеоролике нам не хватит с вами кадров с воздуха артем бежать одному не нужно мне нужно дать руку потому что там обрывы слышишь меня здесь кстати есть столб на который висят такие электрические патроны так смотри это походу вообще яма закрытая да или нет или просто доски ладно это непонятно что и море имеет коричневый цвет вот можно также сюда пройти там какой-то заборчик ладно сейчас здесь с артемкой будем осматриваться а люди сюда приходят вот шашлыки жарят какую штуку сорвала нет это просто это видимо сети рыболовные стоят вот эти вот вдалеке прекрасный вид на горы так ну пойдем а здесь мы с вами оказываемся прям на краю обрыва посмотрите а что это там где лестница я сказал не подходи сюда где лестница там прям просто водопад оттуда стекает ничего себе это походу значит то что мы туда не придем не дойдем сейчас попробую приблизить камеру обалдеть мы начинаем спуск сейчас нам навстречу как раз шли ребята которые приехали на машине меня конечно очень удивил этот водопад и скорее всего они просто не смогли туда спуститься потому что вы сами видели ничего себе вообще так давайте вам еще немножко покажу помойку блин я правда не знаю как отсюда вообще будут или не будут вывозить здесь какой-то баннер сейчас посмотрим так на данной территории нет смысле места для выброса мусора ну да вот видите убирайте за собой кстати я там нашел еще беседки темка пойдем туда пройдемся здесь есть беседки я единственно что не пойму не такое ощущение что здесь когда-то был кемпинг судя по тому что здесь такой заборчик интересных таких цветах в цветах восьмидесятых сейчас попробуем подойти может быть кто-то сюда приходит с палатками отдыхая дикарями стоят мангалы навес вот как видите так ну и собственно здесь уже обрывы вот про этот забор я вам и говорил а вот водопад уже отсюда поближе посмотрите как там бахает вода тебе видно тело вообще невероятно это просто невероятно слушайте это же спуск как раз на этот пляж ну пойдемте дальше посмотрите вот это вот пляж сверху мы уже очень плотно подошли к этому водопаду он такой мощный а самое что интересно смотрите мы он туда голову повернулись темкой и видим что вот водопад вот водопад и вот водопад еще три водопада представляете и в принципе ко всем этим водопадом можно тоже подойти через тропинке в лесу правильно ты пальцем задел так вот темка кричит что я так рад что с тобой пошел а я не рад что я не один знать почему нет нет потому что я говорю я бы хотел бы один потому что я бы сейчас просто пошел бы и спустился через этот водопад смотрите ничего себе какая гора нам открывается а вот тут я вам покажу видите этот лавочка там видимо смотровая площадки до нее тоже можно как-то добраться слушай темка я конечно только подожди я не знаю как туда спускаться но просто сейчас я думаю что на камнях скользко но давайте попробуем это сделать мы вообще просто чуть-чуть подальше прошли здесь есть но если можно назвать лестница вот с такими опорками поэтому очень аккуратно с темиком сейчас будем по ней спускаться так посмотрим куда нас это приведет но я уже слышу там снизу как шумит река видимо это все либо из-за дождей либо плюс ко всему то что тают горы и все эти реки водопадики становятся полноводные но я совсем никак не ожидал что здесь образуются такие водопады это конечно не передать словами ребятки это нужно обязательно увидеть ну да и вот собственно река артем очень аккуратно смотри под ноги опа вот она река течет ну я не думаю что это прям река река это просто она так образовалась возможно только-только из-за дождей мы продолжаем спуск вот прям идем уже вдоль реки смотрите какие здесь слои плит уходит тропинка туда и соответственно можно видимо подняться на ту гору потому что с той стороны с той стороны видите перилины там тоже видимо есть вариант каким-то образом спускаться слушай единственное что я не могу понять здесь тоже течет эта река я темочку оставил говорю давай я пока сам смотрите здесь такие ручьи и все это дело вот прям сюда вышвыривается на пляж и вот отсюда как раз образуется этот самый водопад здесь так установили классную деревянную табличку бы я люблю соснов куда как обычно это в курортных городах но она самодельная она сделана не из пластика а сделано из дерева здорово здесь вообще на самом деле вот можно спуститься правда обрыв и пройтись по мостику прямо к самому водопаду так я решил спуститься не знаю как конечно потом подниматься надеюсь получится папа темка там будет сидеть меня ждать напор воды конечно приличный но вот я здесь можно конечно здесь по воде но но мы все намокнем сядь сядь но здесь уже непосредственно вот видите сам водопад вообще смотришь на вот это вот и очень сильно страшно учитывая что меня там еще мой ребенок ждет конечно идти туда не очень хочется я не знаю насколько плотно это конструкция обалдеть и вот он пляж и вот тут вот водопад но я туда не подойду я просто весь очень сильно намокну друзья я не знаю видели ли вы хоть когда-нибудь такой пляж сосновка но в это время он невероятен темик так ну что ладно я буду подниматься а то за меня он сильно переживает надо было одевать резиновые сапоги можно было подойти краю и показать прям с высоты как выглядит водопад но я в принципе думаю нам с вами так кадров хватает рисковать не буду доски возможно сырые там нет никакого еще металлического основания и можно просто провалиться и рухнуть с высоты рисковать не буду я поднялся конечно скользко потому что вот эти камни они из-под ног выскальзывают здесь конечно можно даже сесть вот на вот эти камни понаслаждаться вон темик меня ждет слушайте вообще потрясающе на самом деле можно перебраться и на ту сторону были бы сапоги да сосновка конечно меня очень сильно удивило ой слушайте здесь конечно очень скользко я попробую подойти краю как страшно посмотрите какой водопад обалдеть просто ну и сам пляж отсюда невероятные красоты друзья невероятные ну что друзья вот так мы сегодня с темиком погуляли совершили вот такое классное путешествие открыли для себя я даже уверен что для вас мы тоже открыли вот это вот явление когда здесь образуются вот такие мощные водопады образуются такие реки ну конечно классно да на сам пляж мы не попали хотя конечно можно было бы если я был бы один конечно я бы рискнул но я думаю что если мы с тобой вдвоем это делать не нужно ставьте лайки пишите комментарии я с вами прощаюсь мы с вами прощаемся увидимся с вами новое видео всем пока завтра в новом видеоролике пока я еще хочу немножко подвести итоги и что хочу сказать что с детьми идти не сложно даже в такую погоду если ребенок нормально адекватно послушно да если он нормально адекватно слушать родители в целом конечно есть начинают бегать прыгать то есть участки опасные что касается автомобиля в принципе вам дорогу показал вот там дальше в конце получается камера вряд ли передаст всей действительной ситуации я бы не сувался на седанах а там смотрите на ваше усмотрение что касается самого пригорка который нужно преодолеть но мы в принципе нормально преодолели до темка вот поднялись достаточно быстро учитывая что мы шли медленно я думаю что до дома будем идти часа два пешочком сюда мы дошли за полтора часа ну и собственно все по итогам